Доброго вечерочка! У нас январь, начало января 2019 года и пройдусь по каким-то сегодняшним покупочкам, по ценам. Может быть будет интересно пересмотреть само это видео спустя какое-то количество лет и выяснить, что все сильно подорожало. А сегодня это будет вот по тем ценам, о которых я сейчас расскажу. Тут у меня как всегда мушенция запряталась в одеяле и ждет внимания, но ей придется опять немножко подождать. Итак, у нас сегодня в магазине фикс прайс и была в магазине продуктовом сети Максима. Это у нас такая считается довольно бюджетная сеть. Что же там купила? Так, фикс прайс. Надо мне туда чаще, кстати, захаживать, поскольку там много интересных вещей, хотя у нас не такой богатый выбор, конечно, как в России. Но, тем не менее, нашла вот там для себя невероятно полезную вещь, набор шариковых ручек всего за 99 центов. Если учесть, что у нас одна ручка частенько стоит такую цену, то просто замечательно. Годны они до мая 2020 года, но я их испишу, конечно, гораздо быстрее. Вот, это обычные шариковые ручки, не гелевые. Такие вот салфеточки. Они мне очень понравились. 25 на 25 сантиметров. Они маленькие, небольшие, действительно универсальные, как написано. Вискозные, перфорированные. 40 штук здесь в этом пакете. Это тоже 99 центов стоит. Но хватает надолго за счет того, что их много. Потому что сами по себе они все-таки довольно быстро выходят из строя. Но они настолько тонкие и так хорошо собирают пыль. И вот где-то надо какие-то протереть что-то. И не жалко даже, если что, и выкинуть во всякие уголки. Можно достать этими салфеточками. Я там на своих полочках протираю фигурки различные. Вот кто спрашивал, как и чем, и что. Чаще всего вот этими салфеточками. Поэтому теперь их периодически покупаю. Их можно использовать как и для влажной, как и для сухой чистки. В общем, хорошая вещь очень. Так, еще из фикс прайс мешки для мусора. Потому что тоже они там стоят намного дешевле. Ну, правда, здесь 10 штук всего, но 160 литров. Я собираюсь просто глобально размусориваться. И мне нужно что-то такое. Надеюсь, они выдерживают много вес. Вес, потому что написано, что они для строительного мусора и бытовых отходов. Стоили они евро 99. И все-таки это дешевле раза в два, чем стоят они в наших магазинах. Ну, что-то подобное. Потому что большого объема они всегда дорогие. И еще последняя покупочка фикс прайс. Это книжка Антона Соя. Мишка-ледышка. Замечательная. Я как раз хочу ее вам зачитать. Уже давно меня спрашивали. А я все искала какую-то очень интересную сказку. И вот это мне крайне понравилось. Так, где-то там вдалеке телефон, но мы его опять игнорируем. История просто замечательная. Поэтому вот скоро буду начитывать. И стоила она тоже 99 центов. Так, с фикс прайсом разобрались. Теперь давайте посмотрим, что у нас в магазине Максима. Здесь на сумму 8 евро 24 цента. Ничего такого полезного практически. Всякие вкусняшки. Но они тоже должны иногда покупаться. Из полезного в основном только вот помидорчики, которые почему-то там сейчас по акции. И стоят они 99 центов. Ну, как долго мне звонят. 99 центов очень хорошего качества. Наверняка парниковые, конечно, зимой. Откуда же им еще другим взяться? Но они даже дешевле стоят, чем летом. 99 центов за килограмм. И здесь у меня где-то на 66 центов. Ну, можно прикинуть, сколько это. Так, дальше. Очень хотела попробовать. Увидела. У нас есть такой замечательный блогер латвийский. Чайкин. Который ходит походы. И вот он в одном из походов показал, как он заваривает вот это в котелочке желе походное. А я уже давно хочу эти желе. Я уже хочу и хочу. Но я не умею работать желантином. Мне кажется, все безумно сложно. И тут после его видео, где он просто все это вывалил в кипящий котелок, потом разлил их, дал остыть. И все, они ели прямо из котелка ложками это желе. Я впечатлилась. Купилась. Сегодня увидела. Одно клюхленое, одно персиковое. Стоят они 45 центов. То есть недорого. И легко готовятся. То есть, опять же, разогреваешь воду в кастрюльке пол-литра. Все это высыпаешь, разливаешь по чашечкам, остужаешь. И все. И у вас готовое желе. А чтобы было вообще очень вкусно, купила еще такие сливки. Они, правда, конечно, стоили довольно дорого. Евро 66. Но их хватает надолго. Да, это синтетика, конечно, такая совсем. Это не домашние взбитые сливки. Но хотелось, чтобы вот так по-быстрому все. Прямо очень-очень захочется желе со сливками. Вот я все это буквально за 5 минут сделаю. Завтра у меня гостья. Моя подруга приезжает. Поэтому я купила еще такие, какие-то интересные пирожные. Сейчас попробую их открыть, потому что они меня впечатлили. Называется Куциня Теяс Пупадетис. Так, ладно, я так слегка вам покажу. Ой, а вот они и сами открылись. Это тесто наверняка такое, ну, как оно называется, не песочное, снеслоеное. В общем, короче, такое воздушное, очень легкое. И внутри крем. У нас вот такая корзиночка. Сверху еще посыпаны пудрой и миндальные. Здесь я вижу кусочки, а это сама миндаля. В общем, должно быть, наверное, невероятно вкусно. Вот чисто такое чайное пирожное. Оно стоило евро 14, две штуки. У нас прекрасная выпечка в Латвии и в Риге. Просто популярны различные кондитерские. Они там буквально на каждом углу в городе. И люди обожают приходить, пить чай, брать булочки, пироженки. Поэтому это у нас тема бесконечная. У нас надо работать кондитером. Очень востребованная профессия. Так, еще вот такие вкусненькие. Это уже не наши, это уже какие-то сливки-ленивки. Ну, вот именно такого типа мне очень нравятся. Они как маленькие вафельные тортики с молочным таким шоколадом. Очень много там вот этих сливок, ленивок. В общем, вкуснятина невероятная. Стоили они где-то там по акции 4,90 с чем-то за килограмм. Здесь у меня, так, сейчас я смотрю, сколько у меня здесь этих сливок-ленивок. Ну, где-то, ну, тоже где-то на евро с небольшим. Евро 41. Вот. И сколько? 220 грамм. Так что же, они еще дороже. А, они 6,39. Что-то я, значит, не так взяла. Думала, что по акции. Ну, ладно, они все равно не тяжелые. Здесь много и одной такой хватает, потому что они очень сытные. Безумно сладкие. Ну, это так. Так, есть уже, вот хочется прямо, хочу, не могу. Так, интересное очень такое молоко, наше латвийское. Сейчас делается со всякими разными интересными добавками. Если за рубежом обычно там либо шоколадное, либо ванильное, то у нас вот, пожалуйста, свой вариант с лаймом и цидонией. То есть оно с кислинкой. Я даже специально уже попробовала, мне было интересно, что же оно из себя представляет. И действительно, это молоко с кислинкой, это так необычно и безумно вкусно. И стоит это тоже недешево, тоже где-то немножко больше евро. Но это просто невероятно вкусно. Еще одна наша продукция, Валмирская, есть такой город у нас. И вот оттуда, он довольно далеко оттуда, в Ригу привозят много молочной продукции. У них там есть, очевидно, свой такой молокозаводик. Вот это питьевой йогурт, манго с ванилью. Тоже невероятно вкусный, не очень жирный, 2% жирности, 330 грамм. И стоит он, сейчас мы найдем, 77 центов. Ну, это великолепная вещь, если нужно, срочно бежишь куда-то поесть некогда. Желудок уже болит, уже хочет, уже прилипает к стенкам. Вот это великолепная вещь. И точно так же аналогичный, тоже по цене, 75 центов. Так, здесь интересно, сколько грамм. Тоже, наверное, где-то 330. Так, написано так мелко, что я даже в очках не вижу. А, 250. 250, а стоит он практически как этот. Тогда этот, получается, выгоднее брать. И, ну, это очень вкусно. Вот этот фирма Балтес, она выпускает и сырочки у нас различные, и кремики, и чего она только не выпускает. Очень много всего молочного. Тоже йогуртовый коктейль, виноградный, а есть еще яблочный, есть еще много вариантов этого коктейля. И он очень густой, очень яркий по вкусу, ароматный, безумно вкусный. Такое ощущение, что ты пришел в кафе, и вот тебе там взбили на мороженом со сливками, и там какой-то с соком какой-то коктейль. Вот так он воспринимается, невероятно вкусный. В нашем магазине он стоит дороже, который рядом с моим домом, всегда за евро. А вот здесь, смотрю, цена более-менее такая приятная. Ну, и еще была в Максиме. Кстати, Максима одна из самых лучших сетей в плане цен, потому что она большая, она может себе позволить делать какие-то скидки громадные. И вот сок соки у нас сейчас стоит довольно-таки дорого. Я частенько покупаю по полтора, там по евро 70, самые обычные соки. Вот этот марка фаворит, она может быть не настолько у нас раскрученная. Тоже клюквенный, я так полагаю, или брусничный, ягоды так похожи. Из концентрата сделано 1 литр 99 центов, сейчас была акция. Очень хочется зимой почему-то вот такие кисленькие разные соки. И что я, собственно говоря, и делаю, покупаю и пью. Так, ну вот, наверное, с сегодняшней покупочки все. Мушенция, прощайся. Она уже заснула за это время, пока я вам там рассказываю. Да, ты заснула? Ну ладно, спит дальше, не будет тебя беспокоить. Ну вот такие у нас цены, такие у нас продукты. Купила еще сегодня пакет картофеля, где-то тоже 99 центов. Купила, как она называется, килечка в собственном там соусе рассоли, или я не знаю в чем она, и вот картошка с килькой. Это будет у меня ужин, а всякие вкусности уже будут завтра, когда придут ко мне гости. А, я же забыла сказать. Пока-пока.